Сегодня с утра коллеги и просто жители столицы несут цветы к радиостанции «Говорит Москва», которую в последние годы возглавлял Сергей Доренко. Его смерть стала настоящим потрясением для журналистского сообщества и для многих россиян. Один из ярчайших представителей профессии. Неоднозначный, но неизменно талантливый. Он стал символом своего времени. Сергей Доренко умер, как жил, на скорости, за рулем любимого мотоцикла. Согласно заключению медиков, это был разрыв аорты. Москва отмечала День Победы и ждала салюты, когда на пульт скорой помощи поступил звонок. В районе Таганки в Москве насмерть разбился мотоциклист. Сообщения агентств потрясли российский журналистский мир. Погиб главный редактор «Радио Говорит Москва» Сергей Доренко. Сергей был, это ужасное слово, был одним из самых талантливых и харизматичных журналистов России. Это действительно так. Он был высочайшей пробой профессионалом и умел сражаться в эфире. Он был эпохой, он олицетворял собой эпоху 90-х и 2000-х. Дорожные камеры зафиксировали, как мотоцикл журналиста теряет управление. Сергей падает и врезается в противоположный отбойник. Многим подумалось, он и жил так в постоянном движении. И сам признавался, что этим заразился в детстве от отца военного летчика. Длинный самолет, и за ним еще сноб огня. И форточки у нас, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да во всех окнах. И стекла, та-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот так вот тряслось. Батя полетел, все, пошел. Может быть, не вернется. Это ощущение постоянного подвига, необходимости подвига. Она вас воспитала? Она меня воспитала. Он привык жить на грани фола. И это стремление пройти по самому краю постоянно проявлялось в его характере и журналистской карьере. Ну, конечно, он был в каком-то смысле конфликтный журналист. Он делал свое дело по профессию. Он прямо шел своей дорогой такого журналиста очень независимого. Да, в какой-то мере и конфликтного. Всесторонне образованный, владевший испанским и португальским языками, очень амбициозный. Он знал себе цену и не признавал ограничений. Например, во время конфликта в Чечне он плюнул на все запреты и отправился на войну. Фактически, как частное лицо. Здравствуйте, мы в Грозном, на площади Минутка. Ничего ведь более важного не произошло на этой неделе. Из Моздока на этих вертолетах, все время на 10 метров высоты, мы неслись как бешеные. Но зато я был первым гражданским, кто вышел на площадь Минутка после боя сразу. В профессии он был неуживчив и принципиально гнул свою журналистскую линию, часто невзирая на последствия. Меня выгоняли раз в год, то есть ТСН еще переходил на ТВ-6 к Сагалаеву, потом работал на СНН, потом после СНН я работал на ВГТРК, снова ВГТРК я начинал, собственно говоря. Я вернулся на первый канал, а потом опять ушел и вернулся в 96-м. Его мощная харизма, жесткие, порой циничные формулировки волшебным образом цепляли телезрителей за живое. Едкие политические комментарии Сергея, заканчивавшиеся фирменным, конечно, помнят все. Даренко, явление, конечно, не белое, не черное, отчаянное, что ли, не договорили. Он вел авторские передачи и даже возглавлял информационную службу на Первом канале. И когда он создал разговорное радио «Говорит Москва», именно его личность во многом определила успех проекта. Надо идти на победу, на меньшее нельзя. Это я согласен. Но вы не сомневаетесь никогда? Нет, смотрите, я сомневаюсь все время, сомневаюсь 10 тысяч раз. Вот я говорю себе такое, думать быстро, позитивно. Пленных не брать, пошел! И все, и пошел, и все, и там загрызть, и все. Ну что, ну вас я же не грызу, потому что вы клевый. В эфире он был жестким, иногда беспощадным. За это его даже прозвали телекиллером. Но близкие и друзья хорошо знают, Сергей Даренко был ранимым человеком. Я человек улитка, я прячусь, я по жизни прячусь, я сижу тихо, я нигде не бываю, нигде не тусуюсь, нигде не появляюсь. Потом я выхожу на сцену, вообще, в принципе, когда я покидаю подъезд, не знаю, квартиру, дом, я уже сцена, уже начинаю играть. Погиб Сергей Даренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб, как жил, на крутом вираже. В детстве отец запрещал ему садиться на мотоцикл. Наверное, чувствовал его порывистый характер. Но уже в зрелом возрасте сам Сергей признавался, мотоцикл его второе я. Вот кадры, где Сергей, как ребенок, радуется покупке нового байка. На нем он погибнет через несколько дней. Коллектив стоит в пробке, а я еду. Вот мой коллектив. Я как птица. Все ползут там, а я парю.